Доброе утро, дорогие коллеги. Я предлагаю начать наше заседание. Меня зовут Илья Ермолаев, я помощник Михаила Борисовича Петровского. Я рад приветствовать всех в этом зале. Для меня огромная честь модерировать сегодня нашу дискуссию. Я позволю себе кратко представить участников дискуссии. Екатерина Мень, президент Центра проблем аутизма. Екатерина Шульман, доцент кафедры государственного управления, преподаватель, работник Института общественных наук Ранхикс. Ольга Платонова, психолог, музейный арт-терапевт, заведующая сектором социокультурных и методических программ отдела социальных коммуникаций Русского музея. Ханс Лоэн, директор аутсайдера арт-музея. Мустафа Архан-Каяр, учредитель и партнер Dream Design Factory. Лариса Афанасьева, художественный руководитель и директор Упсового цирка. Асис Карейра, кавалер ордена Британской империи, директор международных и культурных проектов. И господин Филипп Тефт, директор Лондонской институты ассоциации Ральфа Аклебаума. У нас очень сложная программа, и очень хочется обсудить не только текущее состояние культуры, доступности, инклюзии, но и постараться заглянуть в будущее, чтобы понять, в правильном ли направлении мы движемся, и уточнить его, если это понадобится. Поэтому я бы хотел попросить выступить первой Екатерину Шульман, и, если возможно, рассказать нам о том, какова ситуация сейчас и какой вектор ее развития. Спасибо за приглашение, спасибо за возможность говорить рядом с людьми, которые гораздо больше меня понимают в обсуждаемой проблематике, гораздо более практически с ней связаны. То, о чем хочу сказать я, это несколько слов о том, что такое инклюзия с точки зрения социальных наук, с точки зрения наук об обществе, и почему инклюзия это не только доступная среда, инклюзия это не только и не столько благотворительность, почему это потребность нового века, и почему именно с этим понятием и с этим набором действий связано многое с того, что будет определять социальную и экономическую реальность наступающего времени. А те люди, которые занимаются инклюзивной работой, они справедливо считают себя делающими доброе дело. Но мы как общество должны понимать, что максимальное включение, разнообразие нашей социальной среды это не благотворительность, не доброе дело, а это необходимость, которая будет обеспечивать нам развитие в новую эпоху, эпоху, в которой мы на самом деле уже находимся. Давайте посмотрим чуть-чуть назад. Система образования, система, скажем так, социальных лифтов о предыдущей экономической формации была выстроена вокруг промышленного производства, вокруг производства массового. И она требовала человека, который будет вписываться в эти рамки. Если очень сильно обобщать, она требовала человека, пригодного для такого конвейерного производства. Поэтому массовость и унификация были необходимы. Сейчас мы видим совершенно другую ситуацию, совершенно другую экономику, совершенно другое социальное устройство, в котором те различия, которые раньше были, воспринимались как недостатки, как ущербности и как ограничения, являются наоборот преимуществами. Новая экономика выстроена вокруг сервиса, вокруг услуг, вокруг коммуникации, вокруг общения людей друг с другом. Унифицированный человек XX века, человек массового общества, совсем не так хорошо и не так успешно, как нам казалось, туда вписывается. Поэтому, когда мы говорим о том, что образование должно приспосабливаться к потребностям того, кто получает образование в большей степени, чем приспосабливать его под себя, мы говорим именно об этой новой реальности гораздо более диверсифицированного общества. Увеличение продолжительности жизни и успехи медицины, среди всего прочего, делают и будут продолжать делать наш социум все более и более разнообразным. Еще раз повторю, не потому что мы становимся добрее и гуманнее, хотя и это тоже, а потому что это наша социальная реальность. Кто лучше, быстрее и полнее к ней адаптируется, тот выиграет, не побоюсь этого слова, в этом глобальном соревновании. Есть еще один аспект. Когда мы занимаемся, например, проблемами, скажем, школьной травли или не только школьной, вообще проблемами насилия в закрытых коллективах, то поначалу нам начинает казаться, что опасность, опасности подвергается тот, кто не похож, тот, кто не одинаков. Поэтому, говорит нам простая логика, если наши группы, если наши социальные коллективы будут состоять из более менее одинаковых людей, то в них будет меньше насилия. Это простой вывод, но он абсолютно неверный. Мы знаем, что наиболее жестокие структуры, это как раз структуры унифицированные, те, кто состоят из людей одного возраста, одного пола и похожих друг на друга. Разнообразие снижает общий уровень насилия, то есть не изоляция непохожих, а инкорпорирование их в социальный организм позволяет всем остальным тоже пользоваться этими преимуществами общей безопасности. Собственно, мысль моя сводится именно к этому. Инклюзия как включенность, инклюзия как путь к разнообразию, инклюзия как формирование среды, адаптирующейся под человека, но не адаптирующей его, это потребность, это необходимость, плодами которой будут пользоваться не только те и даже, может быть, не столько те, кто кажется нам прямыми бенефициарами, но и все остальные, те, кто считают себя нормальными, обычными, так сказать, простыми людьми, собственно, они даже, может быть, в большей степени будут благоприобретателями этой новой среды, которая, еще раз повторю, разнообразна, адаптивна и, соответственно, позволяет включать как можно больше вариантов человеческого бытия. А это разнообразие, это, еще раз скажу, это и есть новая экономика, это и есть новые рабочие места, это и есть новые типы занятости, которых мы раньше не могли даже вообразить. Прежние методы, прежние способы, прежнее вот это вот массовое производство, оно уже не дает того эффекта, в том числе экономического, но и эффекта социального, которого от нее ожидают. Еще раз повторю, кто быстрее поймет, что такое на самом деле инклюзия, тот будет иметь преимущество в новом наступающем веке. Спасибо. Благодарю. У нас в конце заседания будет время для вопросов, я надеюсь. Хотела бы предоставить слово Екатерине Мень, она расскажет о инклюзии в образовании. Спасибо, Илья, спасибо большое за приглашение, за эту возможность, за прекрасную компанию. Я не то, что расскажу об инклюзии в образовании, я скорее сообщу о некоторых своих тревогах, как практик. Конечно, мы занимаемся очень много и методологией, и теорией этого вопроса. Вообще все началось с того, что мы обнаружили, что дети с аутизмом почему-то не в школах, почему-то именно дети с аутизмом находятся за пределами образования. И мы хотели разобраться, в чем фокус, с учетом того, что их особенности, их ограничения напрямую не связаны с ограничениями физическими, с какими-то сложными, с необходимостью каких-то сложного переустройства инфраструктуры, каких-то сложных лифтов, пандусов. Но тем не менее, это была категория детей, которые наиболее были ущемлены в праве на образование. И когда мы именно просто с этой группой стали разбираться, потому что она действительно сложная, разнообразная, очень комплексная, даже сам один этот спектр. Мы видели там невероятное количество разных вызовов, разных букетов в их особенностях, которые, собственно, и выступали. То есть само разнообразие внутри этой популяции, простите это слово, оно делало образование абсолютно недоступным. Что указывало на то, что эта система чрезвычайно негибкая. То есть она создана по... То есть это некое прокрустовое ложе, которое опирается на какие-то стандарты. Все забывают, что любой образовательный стандарт это просто минимальная гарантия государства, а не канон, по которому только ни больше, ни меньше должно быть. И школьная система, то есть именно эти ученики показывают комдовость, негибкость, некреативность этой среды. И стало быть, мы стали думать о том, что если она такая, эта система, то она плоха для всех детей, потому что не может быть, чтобы среди детей, которые не являются аутистами, не было бы разнообразия когнитивного, творческого, разнообразия интересов этих детей, разнообразия мотивации, почему и за что они ходят в школу, у каждого своя причина. Это все разнообразие школы никаким образом не учитывалось. И работать мы стали именно с внесением элементов, элементов, которые вот эту железобетонную структуру делали бы более пластичной. То есть мы заносили в этот раствор какие-то ферменты, которые бы ее делали гибче, 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 и она становилась бы от этого доступнее. Потому что когда мы говорим о границе доступности, тут немножко, я слышу такой немножко флёрах оксиомарона, потому что у доступности границ быть не должно. Либо доступность, либо граница, как мне кажется. Но тем не менее под доступностью, конечно, мы понимаем возможность найти свою социальную роль независимо от того ограничения. Про то, что говорила Екатерина Михайловна, что каждый из нас в этом мире, с одной стороны, в группе риска, потому что этот мир опасен во многом, и его техногенная опасность, она, по-моему, для всех очевидна. С другой стороны, достижения цивилизации привели нас к тому, что мы можем жить довольно долго, но наши организмы, в общем, вполне себе истираются. Но мы, никто из нас, независимо от того, что с нами случится, не хочет терять свою социальную роль, он не хочет терять свои социальные связи, он не хочет резко из ценного человека превратиться в бесполезного. И чем гибче, чем разнообразнее среда, тем больше шансов у нас в любом состоянии за собой эту социальную роль сохранить. Но начинается, естественно, инклюзия, то есть главный канал, по которому социальная инклюзия распространяется, это образование, потому что человек родился и довольно быстро попал в систему образования, и вышел из нее типа в 25 лет, то есть он вырос в этой системе, а потом, в общем, и не вышел даже, потому что образование сегодня продолжается довольно долго. И, соответственно, это важнейший канал, где мы... То есть школа – это модель мира, да, и именно в школе ребенок учится не столько каким-то предметным областям, сколько вообще социальным правилам, взаимодействию. Он учится преодолевать обиды, он учится... Он впервые сталкивается, придя из семьи, с тем, что не все его могут любить, и к этому надо тоже адаптироваться, и что все не обязаны его любить, а он должен с этой реальностью существовать и себя определенным образом отстраивать. И это не должно его травмировать. То есть это огромная тренинговая площадка, в которой дети, все дети готовятся к жизни. И для нас, когда мы занимаемся инклюзивным образованием, чрезвычайно опасным является подмена смыслов, когда инклюзивное образование приравнивается по смыслу к инвалидскому образованию, к образованию инвалидов. Инклюзивное образование касается всех. Это качественное образование для всех. Инклюзивное образование работает в такой же мере с включающей средой, с самыми обычными, допустим, детьми. С какой оно работает и с включаемыми детьми. Причем включаемыми по разному признаку, не только по признаку инвалидности. По признаку этнической принадлежности, по признаку социальной принадлежности для инклюзии важны форматы поддержки детей, находящихся в каких-то социально усложненных обстоятельствах, в каких-то не очень сильных семьях и так далее. И среда, которая принимает детей, которые имеют такие особенности, она должна меняться. И работаем мы, безусловно, с теми, кто условно нормален. То есть, как бы все равно от понятия нормы мы не отказываемся. Ну, как бы мы примерно с вами понимаем, что это такое. И когда Катя говорит о том, что будет диверсификация общества, и в том числе и рынка труда, и действительно сотрудники, которые сегодня почему-то сидят в институциональных заведениях, а это могут быть сотрудники, работники и участники рынка труда, в том числе свободного рынка труда, не только защищенного. Но для этого с ними рядом должны вырасти их будущие работодатели. Потому что невозможно себе представить, чтобы какие-то дети где-то там обучались отдельно, а здесь были дети, и в 20 лет они впервые встретились, и мы должны были бы их сейчас, да, и мы должны были бы их реинтегрировать. Они не знакомы друг другом. То есть среда, изменение среды, и это одна из целей инклюзии, вообще инклюзивных процессов, и в образовании это очень важно, потому что принимающая, включающая сторона тоже должна быть изменена. И вот с этим мы работаем, и мы очень много хлопочем над тем, чтобы именно эти смыслы ложились в основу и нормотворческой деятельности, и в основу деятельности, ну какой-то преобразующей, инвалидной, экономической деятельности, чтобы мы все понимали, что инклюзия – это не какая-то узкая область, где мы должны пожалеть инвалидов. И это даже не вопрос толерантности, как Катя отметила, это, в общем-то, на самом деле вопрос права. Вот, ну, вот то, что я хотела сказать для начала, я сказала. Далее мы предоставим слово господину Архану Каяру. Согласны ли вы же, должно быть культурное пространство без границ и инклюзия? Благодарю вас. Я очень рад быть здесь, в Петербурге, на культурном форуме в Петербурге. И я, наш министр, министр культуры и туризма Турции, здесь сегодня. Я вчера был здесь на форуме дизайна, и очень рад сегодня быть здесь. Сегодня я буду говорить о культурных границах. Когда мы планируем собственную жизнь, мы должны... Мы работаем о каких-то культурных зонах. И люди всегда взаимодействуют с культурой. Затем эта сфера взаимодействия расширяется. И в городах, в обычной жизни у нас существуют разные границы. И у нас различные фильтры существуют в жизни. И первый фактор, который мы должны учесть, это изменение культурного пространства, создание культурного пространства и различных зон в рамках культурного пространства. И существуют фильтры в культурных пространствах. Есть фильтр на уровне человека. Если вы говорите на разных языках, вы сталкиваетесь с фильтром. Если у вас есть культурный обмен, если у вас разные культурные ценности, если вы не можете общаться, эти фильтры существуют. И культурные барьеры тоже являются фильтрами. И они в значительной степени зависят от социального стаса, экономического положения, от ценностей, от ожиданий, от регуляторных норм, от этих различных всех факторов, которые и определяют культурную среду. Вот одна из выставок дизайна в сфере моды в Амстердамском музее. И здесь видите контрасты. Но контрасты как раз определяют взаимодействие. И заставляют нас думать. Большой концерт в старом театре, в древнем театре в Анталии. Это тоже фильтр. Это фильтр. Вы не должны быть историком для того, чтобы ощутить дух такого древнего места. Мы знаем, что происходит во время войны, когда происходит разрушение. Но мы можем все равно что-то сохранить. Например, даже какие-то элементы разрушенных зданий. И художники это делают. Граффити в Стамбуле. Здесь интересный человек, который изображает панду. И панда здесь, как вы видите, в совершенно диком состоянии находится. Панда сердится, расстроена из-за климатических изменений. Существуют различные барьеры между культурами, между людьми. Вот в Стамбуле гонка автомобильная. Здесь только представители автомобильных обществ разных. Там 20 тысяч человек. Но существует фильтр на входе. Поэтому обычные люди туда не попадают. Или метро. На самом деле, это не метро как таковое. Это тоннель. Это тоже фильтр. На самом деле, здесь пользоваться этим тоннелем могут только те, кто занимается производством автомобилей ФИАТ. Это тоже фильтр. Выставка Ван Гога. Еще одно событие. Цифровая выставка. И вы видите, цифровой Ван Гог – это тоже фильтр. Потому что, когда вы оказываетесь в классическом музее и привыкли к такому, а затем попадаете на такую выставку в Стамбуле, то здесь вы увидите примерно 150 тысяч посетителей в месяц. Но все равно здесь фильтр существует. Все постоянно меняется. Вот мост. Мост, который построен в прошлом веке. Тоже в Стамбуле. Это Галата-мост. И он находится в бухте Золотой Рог для того, чтобы нам внедрить элементы дизайна. Но, конечно, есть определенные барьеры в сфере дизайна. И мы используем здесь такие старинные элементы для того, чтобы создать современный дизайн. Существуют и другие, конечно, зоны фильтра. А вот здесь вы видите также примеры фильтров, которые создаются обществом. Фестиваль в городе. Видите, здесь все в голубом и синем цвете. Здесь тоже фильтры, но световые фильтры. И в Стамбуле ночной фестиваль. Но здесь фильтры не человеческого такого параметра, а фильтры световые. А вот здесь вы видите совсем иное. Это группа людей, которые интересуются гольфом. Здесь разные культурные уровни, различные фильтры существуют. Но все связаны. И все, все связаны. Все. Мы не знаем, что будет происходить. Нам не нужны границы. Все связаны. Связаны и существуют в рамках определенных сетей. Спасибо. Спасибо большое. Одна из главных границ, конечно же, находится у нас в голове. И искусство является одним из тех средств, которые помогают нам преодолеть эти границы. Поэтому работа, которая ведется в музеях, на выставках. И когда мы сможем включить искусство, мы сделаем действительно общество без границ. Я думаю, что если отвечать на ваш последний вопрос, наверное, мы не сможем все-таки это сделать полностью. Но все даже это должно оставаться нашей главной целью. Мы должны покончить с различиями между разными формами искусства, которые ранее не включались в так называемое принятое искусство. Речь идет о культурном пространстве, о границах, доступностях. Я бы хотела рассказать вам о нашем пространстве культуры. У нас два есть музея. Музей Мума в Голландии. И, конечно, вы знаете, Гарлем в Нью-Йорке, но Гарлем есть и у нас в Голландии. И у нас есть специальный центр для людей с ментальными проблемами. Это был центр, который был основан еще в дневековье, но сейчас нашему центру 7 лет. Это вот наш основной музей. У нас коллекции из различных больниц с психическими, людей с психическими заболеваниями. И у нас важная очень коллекция, которая касается как фотографий, так и фильмов, так и различных других экспонатов, видео. Очень много разных новых форм искусств. И врачи используют эти экспонаты для того, чтобы понять, каким образом какие-то заболевания лечить. Мы, в общем, пытаемся найти некую такую кнопку, которую можно было бы нажать, чтобы понять, что происходит в чутиле человека, а также, что происходит в обществе. Наша коллекция современного искусства растет. Она именно связана с тем, что происходит в разуме. В 2016 году мы открыли второй музей в рамках Эрмитажа в Амстердаме. Это музей искусства. Как вы понимаете, долго можно рассказывать о том, что это такое. Но мы используем слово «искусство», поскольку мы говорим об аутсайдерах. Аутсайдеры у нас бывают в спорте, бывают аутсайдеры в политике. Но мы считаем, что аутсайдеры бывают и в культуре, и в искусстве. Поэтому наш музей так и называется. В нашем музее у нас есть все, что необходимо для культурного пространства, для того, чтобы обеспечить доступность. Но мы хотим идти дальше, поскольку мы хотим говорить не только о доступности, а об инклюзии. Нам нужно пространство, в котором могли бы находиться люди с аутизмом, чтобы не было ничего, что их отвлекает. Мы хотим создавать такой музей, где самые разные люди могли бы получать опыт общения с искусством, чтобы мы могли говорить о людях, которые находятся на любом части спектра ментального разнообразия. У нас 6 миллионов разных разумов, поэтому нужно создать такой музей, который мог бы показывать самое большое разнообразие. Поскольку мы все очень разные, все мы пытаемся установить какие-то контакты друг с другом. И мы в музее создаем программы, которые говорят не просто о людях, которые разные, но мы создаем их вместе с людьми. Мы хотим показать, как голос человека преломляется в культурном пространстве. Что люди могут показать обществу и каким образом мы можем передать личное восприятие людей с различными ментальными проблемами. В основном мы смотрим на вот это аутсайдерское искусство. И в Голландии, как нам кажется, мы отстаем от того, что делается в других странах. Существует крупная коллекция подобного искусства во Франции, в Германии, в Соединенных Штатах есть несколько таких центров. Вот это аутсайдерское искусство всегда существовало. И мы начали такой проект вместе с Японией. Привезли их Ничи Саваду. Это теперь очень известное имя в этой области. Кроме того, мы привезли несколько лет назад небольшую коллекцию для того, чтобы показать в Эрмитаже. Вот эта идея проекта заключается в том, можем ли мы работать над реальным социальным инклюзией, над пространством реального социальной инклюзии в Санкт-Петербурге. Вот мы сейчас работаем над этим проектом совместно с Государственным Эрмитажем, а также с Эрмитажем в Амстердаме. Это наши партнеры. Мы провели недавно двухдневный семинар по борьбе со стигматизацией. Поскольку у всех у нас есть некая стигма, мы все должны научиться работать с своими предубеждениями. И вот это личное пространство у каждого существует, и нам нужно научиться с ним работать. Нам не обязательно каждый раз очень реагировать быстро на то, что является первым нашим инстинктивным движением. Вторая часть заключалась в визуальной стратегии, которая могла бы работать для проведения экскурсий в музее. Мы хотим рассказывать не только о том, что было кем построено, каким архитектором. Мы хотим, чтобы люди нам рассказывали, что они думают, что они чувствуют, о чем они задумываются, когда смотрят на какие-то экспонаты, чтобы все могли принимать участие в таких экскурсиях. Мы провели несколько пробных пилотных экскурсий такого рода, и надо сказать, что люди, которые участвовали в них, дали очень много интересных эмоциональных ответов, эмоциональных историй. Так что это очень интересная техника визуального видения, визуального отклика, который может использоваться в такого рода инклюзивных пространствах. Ну и, наконец, про границы. Я бы согласен был с Ильёй о том, что границы на самом деле проходят через наш разум, они все в нашей голове. И поэтому преодоление границ – это очень важно. Я слышал, что здесь представители приехали из 96 разных стран. И, в общем, каким-то образом мы такие границы снимаем, поскольку мы пытаемся общаться. И центры социальной инклюзии в данной ситуации могут нам помочь, потому что мы хотели бы вместе с господином Петровским сделать так, чтобы знания о социальной инклюзии были бы потом распространены и стали доступны другим различным учреждениям Российской Федерации. Это будет очень важный шаг вперед, с моей точки зрения. Ну и, наконец, в ответ на ваш вопрос, может ли искусство аутсайдерское изменить то, каким образом мы воспринимаем доступность? Да, я думаю, это так. Синича Савана в 2013 году на Бейенале в Венеции, который находился под кураторством Джонни из Нью-Йорка, говорил о том, что мы должны смотреть на фонтаны творчества. И вот эти фонтаны творчества – это то, что на самом деле более века уже обсуждается. Еще в 1911 году Блау Райтер, немецкая группа написали манифест, в котором было написано, что нам нужно смотреть за пределы того, что считается принятым искусством, для того, чтобы найти источники творчества. Поэтому они говорили, что необходимо смотреть на африканские маски, нужно идти в тюрьмы, нужно идти в психиатрические больницы, чтобы найти что-то аутсайдерское. Что они делали? Они в основном занимались африканскими масками. Они не пошли таки в тюрьмы, не ходили в психиатрические клиники, потому что это было не принято. В 1919 году немецкий медик изучал искусство людей, которые были в психических клиниках, писал очень важную книгу об этом. И таким образом было описано несколько гений, в которых он так назвал гениями. Это были не художники, а, как он сказал, именно гении. И вот эта книга стала очень популярной, особенно во Франции. И таким образом был найден язык, которому можно было бы описать сюрреализм. Жан Дубюфер также использовал во многом этот язык. Он как раз в своем манифесте упомянул арт-брюд. Он писал после Второй мировой войны о том, что это то искусство, которое мы не можем найти в музеях. Что это искусство существует в тюрьмах, что оно существует в психиатрических больницах, что оно существует в детском искусстве. Что касается клиник психиатрических, он считал, что именно там находится истинное искусство. Дубюфер на самом деле был французом, и французы производят вино, шампанское, и брют еще летается лучшим шампанским. Поэтому, собственно, и искусство было названо брютом. Роджин Карден написал книгу уже позже, после Второй мировой войны, и назвал такое искусство аутсайдерским искусством. Мне кажется, что это очень хороший термин, потому что аутсайдеры, как мне кажется, в конечном итоге выигрывают. АПЛОДИСМЕНТЫ Большое спасибо. Я буду предоставить слово Ольге Платоновой. И я прошу вас рассказать о той огромной работе, которую ведет Русский музей, о вашем большом опыте и о направлениях будущей вашей работы. Спасибо. Спасибо большое. Здравствуйте, дорогие коллеги. Готовюсь к форуму и волнуюсь. Я вдруг решила подсчитать, сколько же лет Русский музей занимается интеграцией и инклюзией. И оказалось, что уже 27 лет. Началось это в 90-е годы, вот в тот период, сложный для нас для всех смены экономических формаций, когда, если до этого при социализме пароходы, самолеты, автобусы везли зрителей в Русский музей, то в 91-м, 92-м году он практически опустел. И в этот момент Русский музей пошел на своего рода социальные эксперименты. К работе в музей были привлечены психологи и педагоги, которые стали создавать особые программы для людей с проблемами. Так мы их тогда называли, сейчас называем людей с особенностями развития или людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. И из этого творческого союза, работы этих друзей, образовалось новое направление деятельности современного музея, которое теперь называется арт-терапия. И это действительно психологическая практика, потому что мы все знаем с вами, что изобразительное искусство помогает людям справляться с проблемами, с переживаниями, со страхами, с потерями. И это очень крупное направление Русского музея, которым занимаются специально подготовленные люди. И практически в этой работе не существует закрытых тем и не существует закрытых групп. В этих программах работают как дети, так и взрослые, которые страдают психическими заболеваниями, которые оказались в сложной жизненной ситуации, которые страдают от сиротства и так далее. И самое важное – это способствовать их творческому развитию, это адаптировать их к окружающей среде средствами изобразительного искусства и музейной среды. Шло время, были созданы эти программы, и в районе, в 1998 году, когда разразился тот сложный кризис, вдруг к нашей деятельности присоединились художники. Они заявили о том, что они мечтают, хотят принимать участие в социально значимых проектах. И тогда образовалось еще очень интересное и важное направление, которое теперь служит как бы экзистенциальной поддержкой тем, кто в этих проектах принимает участие. Шло время. Наших программ становилось все больше и больше. Все большее количество людей хотело к ним присоединяться, но в Русском музее не было возможности расширить штат сотрудников, и тогда было принято решение создать школу волонтеров. И появилась школа волонтеров, в которую мы пригласили специалистов, помогающих в творческих профессиях, которые передали те методики, которыми мы уже владели, подготовили их, и таким образом, через помощь этих волонтеров, круг людей, которые могли бы получить помощь, поддержку и развитие в стенах музея, увеличился в несколько раз. То, чему мы придавали и придаем очень большое значение, это разработки и создание методик. Опыта много, но его нужно осмыслять, анализировать и, конечно, распространять. Это еще одно важное направление деятельности музея. И еще одно очень важное направление... Да, вот говоря о волонтерах, надо сказать, что эта программа претерпела заметные качественные изменения. То есть, если сначала это были только специалисты, помогающие в творческих профессиях, то теперь волонтерами становятся выпускники наших арт-терапевтических программ. То есть, получается, что, получая помощь, поддержку и развитие в рамках музейных программ, мы помогаем им социально адаптироваться, становясь нашими волонтерами. Это новая форма работы, она появилась совсем недавно, но набирает силы и обороты, и большой интерес. И вот это, пожалуй, такие основные направления, о которых я хотела сказать. И когда сегодня коллеги говорили о том, что общество должно подготовиться к этим изменениям, я вспомнила один из эпизодов своей музейной практики. Мы однажды проводили большую работу, называли ее «Социально-культурный форум от монолога к диалогу». Это была такая большая, пятидневная интеграционная мастерская, где художники объединялись с психологами и с детьми из специализированных школ, а также к участию в этом проекте были приглашены дети из одной очень-очень хорошей гимназии. И вот в едином творческом пространстве, в пространстве галереи Бори, эти ребята встретились, и я была свидетелем того, как им было сложно объединиться в творчестве, как они еще не узнавали, не принимали друг друга. И только благодаря тем творческим заданиям, которые им давались, им удалось все-таки объединиться. И я помню, что на третий день, когда я случайно встретила эти две группы в метро, вдруг я смотрю, как девочки из очень хорошей школы, обращая внимание на не очень красивых умственно отсталых подростков, говорят «наши идут». И вот с этого момента «наши идут» начинают происходить вот эти творческие невероятные преобразования и изменения. И вот в течение долгих лет мы этим занимались, нам удавалось проводить разные проекты, вплоть до международных. Однажды мы провели такой культурный обмен между художниками с проблемами из Санкт-Петербурга и художниками из Великобритании. И я надеюсь, что все это будет продолжаться. И вот эта интеграция, эта инклюзия, она будет набирать силы и обороты. И еще очень важный вопрос, вот говоря о той среде, в которой это все происходит, как это происходило сначала. Ведь без материальных средств подобную работу очень сложно поддерживать. И тогда вначале это были наши друзья, друзья, которые могли оказать соцспонсорскую помощь. И вот идут годы, и как в это поле участников этой инклюзии, интеграции вовлекается все больше и больше людей. Вот если у нас сначала было небольшое количество волонтеров, то теперь их становится все больше и больше. И волонтерскую деятельность начинают поддерживать бизнес. Например, в этом году мы провели не один проект благодаря поддержке «Газпрома», а также благотворительного фонда «Системы». Ну вот, пожалуй, в таком направлении мы собираемся двигаться дальше. И еще очень хотел вас поблагодарить за вашу прекрасную выставку «Арборют. Сближение». Она была просто замечательной и было настоящее событие в художественном мире Санкт-Петербурга и всей России. Я думаю, спасибо. Я хотел бы предоставить слово Филиппу Тефту и задать вопрос, может ли быть музей доступный для всех. Надеюсь, что да. Очень хорошо быть снова в Петербурге. Спасибо. Доброе утро. Я Филипп Тефт. Я архитектор по образованию, но работал над созданием музеев на протяжении 20 лет в Ассоциации Ральфа Аппельбаума в Нью-Йорке и в Лондоне. И, конечно, музеи колоссально изменяются на протяжении последних лет, и мы видим изменения и в сфере доступности. Мы сняли многие границы и многие барьеры, и будем продолжать это делать. Мы видели невероятный рост. И сейчас у нас примерно 150 тысяч человек которые работают в разных студиях в Пекине, в Берлине, в Москве, в Лондоне, в Нью-Йорке. Мы работаем на глобальном уровне и пытаемся работать при этом в местных условиях для наших аудиторий. 700 различных заказов на самые разные временные выставки, постоянные выставки, различные работы с брендами, работы со средствами массовой информации. И в рамках этих проектов на протяжении этого времени мы видим очень серьёзные изменения законодательного характера. Мы видим, что появляются новые законы и новые практики, лучшие практики, которые обеспечивают доступность музеев и культурных пространств в целом. Мы постоянно задаём вопросы касательно этого процесса и продуктов, которые мы создаём. Для кого они существуют? Кого надо включать в процесс дизайна и создания музеев? Конечно, нужно сдавать людей, чьи истории в галереях представлены. А каким образом мы можем сделать такой опыт музейный реально доступным? Это явление нашего мира. Как мы можем эти явления нашего мира сегодняшнего здесь быть доступными? Можно обсудить некоторые конкретные примеры той работы, которую мы ведём сейчас. Да, куда-то всё исчезло. Ну вот, хорошо. Музей в Манчестере. Галерея Южной Азии. Это совершенно удивительное сотрудничество между Британским музеем и музеем в Манчестере с очень существенными коллекциями, национальными коллекциями, которые дают возможность сообщества, которое представляет Южную Азию, увидеть свою историю. Историю постколониальную, историю диаспоры. Они же очень часто оказались в Великобритании, в Манчестере не по своей воле. И остаётся вопрос, тем не менее, открытым. Как можно 12% жителей Манчестера включить в эту работу по галереи, которая для них предназначена? Поэтому мы, конечно, их можем приглашать. Мы приглашаем их, мы рассказываем и просим их рассказать, их истории. И на протяжении года мы такие встречи проводим. Мы слушаем их рассказы. Мы перед ними размещаем разные предметы, просим их приносить, их вещи в галерею. И результат совершенно потрясающий. Вы видите, здесь некоторые из истории представлены. Тематическое разнообразие тоже удивляет. И это настоящий катализатор для обмена информации между группами. При этом мы, конечно, понимаем, что все эти истории появляются, они рассказывают, а как и какие истории отобрать для представления в маленькой галерее. Это настоящая серьёзная задача. Как обеспечить инклюзивность маленькой галереи? Как дать возможность всем рассказать что-то в такой маленькой галерее, да ещё с ограниченным бюджетом? А у нас всегда есть ограничения бюджетные. Поэтому появилась идея создать в центре галереи, вот такое устройство для того, чтобы эти истории можно было рассказать. Такая студия, в которой рассказываются истории, контент, где представлены здесь, конечно, новые форматы, новые экскурсии. Мы тут самые разные креативные приёмы используем. И галерея сама становится рамкой. Это временная галерея, в которой всё постоянно меняется. меняется самим сообществом в работе совместной с Британским музеем и музеем Манчестера. Таким образом, это постоянно изменяющееся пространство. И мы постоянно думаем о том, каким образом можно разместить вот эту конкретную историю, представить её здесь, именно сейчас, когда вы здесь в ней находитесь. А вот ещё один пример. Это совсем недалеко от Арктики, буквально Норвегия. Здесь у нас совершенно другие обстоятельства, другая природа. Вследствие географических и морских условий здесь, здесь собираются киты в 10 километрах от берега. На кормёжку они сюда все приходят. И здесь в одной деревушке 60 тысяч посетителей, которые приезжают каждый год для того, чтобы попасть на это сафари и увидеть здесь невероятное количество китов. На протяжении 25 лет вот эти сафари представляли великолепие китов и для всё большего количества людей. Это совершенно удивительный опыт, если вы оказываетесь здесь недалеко от китов, и вы видите, как они прыгают, вы видите, как они близко к вам. Вы даже можете дышать тем же воздухом. И все, абсолютно все получают колоссальное удовольствие. Ну, мы таким образом работаем сами, работаем с тем сообществом, которое там находится. И мы назначили архитектора, который будет работать именно здесь. Здесь местные люди помогают нам создать прототип того, что мы сделаем, как мы думаем, таким доступным опытом иммерсионного характера с учётом среды обитания китов. Здесь, видите, удивительное совершенно явление. Здесь такое пространство, освещенное свечами. И наше сообщество, с которым мы работаем, рассказывает о том, что такое киты, куда киты и вся вот эта ситуация с кормёжкой китами их ведёт. Здесь, конечно, очень важен свет. Такой снежным вечером мы привезли сюда учёных и художников, и представителей местного сообщества для того, чтобы говорить о том, каким образом вести себя и попадать в такие места, где вы никогда не бывали. Мы слушаем песни китов, мы слушаем свет. Это симфония настоящая. Мы работаем вместе с норвежскими композиторами и норвежскими кинематографистами для создания совершенно нового опыта. Но, а как можно плавать? И можно ли плавать вместе с китами? Если вы в лодке, вы видите, конечно, китов, но ведь мы не можем ощутить среду обитания, среду, в которой они существуют. Поэтому мы создаём прототипы. Прототипы такого удивительного, потрясающего, крупномасштабного явления. Да, это встреча с китами в иммерсионной среде. Для тех людей, которые имеют определённые специальные потребности, и для обычных людей, без особых потребностей, мы создаём это для всех. И мы моделируем движение, звук, создаём модели. И можно здесь почувствовать движение пространства. У нас здесь, конечно, проекторы работают, особая система освещения, и можем ощутить аромат и запах моря. Он присутствует в этом помещении, и люди оказываются там, где они никогда не бывали ранее. То есть это такой подход, основанный на сенсорных явлениях. И, конечно, если вы хотите информацию, вы можете получить информацию на любом языке. Это всё можно. Таким образом, мы, конечно, можем работать и с такими более традиционными методами, интерпретацией. Но нам важно само явление, кит. И мы прежде всего на этом фокусируем внимание. Как можно выйти за пределы чистой информации? Как создать явление, опыт? Опыт, который всех нас погружает в те обстоятельства и в ту среду, в которой мы никогда не были. Спасибо. Я бы хотел поместить фокус нашей дискуссии с музеев на сценические искусства и приглашать сюда Сискарейра. Вы будете с места говорить, да? Я думаю, вы сюда пойдёте. Большое спасибо за приглашение выступить сегодня. Я сегодня буду говорить о работе в сфере балета и танца на протяжении многих десятилетий. Многие уже говорили сегодня о том, что я, наверное, буду повторять. Доступность для меня подразумевает три пути. И отсутствие границ. Да, пути и отсутствие границ. Некоторые пути оказываются более длинными. Да, во-первых, это публика. Публика, которая существует всегда. Аудитория, аудитория. Наша потенциальная аудитория. Аудитория, на которой трудно выйти. Иногда есть аудитории, которые никогда... И зрители, которые не попадают ни в галереи, ни в театры, но, тем не менее, мы можем на них воздействовать. Есть работники, которые работают в сфере культуры, от кассиров и до директоров. И, конечно, сами артисты. Без всех этих трёх групп мы не можем понять все возможности, которые существуют. Мы, конечно, проводим большую работу за пределами театров. И мы создаём храмы искусства. Делаем эти храмы искусства доступными и безопасными. Могу начать с тех, кто работает в сфере культуры. Один из первых шагов состоит в том, чтобы понять определение инклюзии, организовывать открытые дискуссии со всеми, кто работает, разрабатывать инклюзивные технологии, не только на бумаге, с тем, чтобы они были частными, открытыми и практически осуществимыми для всех, от уборщиков и до директоров. И настоящая инклюзивная организация – это организация, которая работает над стратегией, реальной стратегией, которая осуществляется. Это постоянно действующий процесс, работающий процесс с постоянным мониторингом. Мы, конечно, должны при этом разрушать наши привычки. И мы, как организация, должны быть открытыми. Мы должны бояться задавать неловкие вопросы. Мы должны, конечно, взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами, не только с аудиторией, не только со зрителями, но и со всеми другими заинтересованными сторонами, задавать вопросы о том, как они вас воспринимают и как они видят доступность. Мы, конечно, должны постоянно работать на стратегии. Для того, чтобы начать этот путь, мы должны учитывать мнение самых разных людей, разных возрастных групп, людей совсем молодых и людей с разными социальными положениями, с разными физическими возможностями. Никто из нас не может найти правильный ответ сразу. И поэтому нужно задавать вопросы, нужно просить экспертов о помощи. Мы должны общаться открыто, должны понимать, в чём наши сильные и слабые стороны, задавать вопросы, как я сказала, организовывать открытые дискуссии. Только тогда мы будем инклюзивной организацией. В Великобритании... Я на протяжении многих лет жила в Канаде, и поэтому для меня Великобритания была моделью, особенно в сфере театра и балета, музыки. Но когда мы говорим о балете, на самом деле этот мир не такой инклюзивный. Но в последние годы, надо сказать, что новые шаги были сделаны в направлении инклюзивности. В 1991 году, практически 30 лет тому назад, компания «Кэндюка» была создана. Эта компания, это группа, в которой танцорами являются люди со специальными, с особыми потребностями. Это полностью изменило восприятие людей и понимание того, кто может исполнять балетные номера. Люди, которые там танцуют, считали, что никогда их мечта не может быть осуществлена. Они участвовали в различных мероприятиях, например, в Олимпийских играх в Пекине. И благодаря «Кэндюка» мир танца и аудитории совершенно изменили своё восприятие, и пути обратно нет. «Кэндюка Данс» – это группа, которая всегда думала о будущем, о разнообразии танцевальных представлений. Но в балете, конечно, путь является гораздо более жёстким, и этот путь продолжается. Балет, конечно, это форма танца с очень жёсткими правилами и техниками, и требуется особое тело, так сказать, особые физические способности, особые пропорции и умения. И это, конечно, очень трудно для тех, кто не соответствует этой строгой эстетике. И поэтому многие считали, что совершенно невозможно себе представить, например, чёрного лебедя среди белых лебедей. И поэтому очень часто темнокожие танцоры чувствовали себя крайне неловко среди своих белокожих танцоров. Но всё это меняется. Надо сказать, в последние годы произошли значительные изменения в этом смысле. И чернокожие танцоры не имеют больше проблем с осуществлением своих карьерных ожиданий. Поэтому Коста, конечно, теперь изменила полное представление. Миколета Принц тоже танцует в Америке и в Лондоне. И есть также британские балетные трупы, в которых вы найдёте представителей разных поколений и разных цветов кожи. Это изменения, которые совсем не просто проходят, но тем не менее. Кроме того, теперь даже стали делать балетные туфли, которые соответствуют цвету кожи этих новых танцоров, которые появляются. И эти трупы наконец достигают этого. Мы должны снять шоры, увидеть общество, увидеть людей, которые составляют это общество. Это относится и к нашим сотрудникам, и ко всем абсолютно, кто в этом мире живёт и работает. Мы, конечно, должны быть оптимистичны, но в то же время понимать, что эти изменения не могут произойти очень быстро. Осуществляя такую работу, мы ни в коем случае не отрицаем большое искусство. Мы просто говорим о том, что нужно посмотреть, каковы наши предпочтения, каковы предрассудки и наши привычки, которые, наверное, нужно менять. И, наконец, зрители. Очень важно, чтобы среди наших зрителей были совсем молодые люди. Мы должны обеспечивать доступ для самых разных групп, в том числе возрастных групп, открывать путь и снимать барьеры. Правительство, школы, родители, учителя играют очень важную роль в этой работе с тем, чтобы молодые люди могли получить такой опыт. Мы должны их вовлекать, развивать их любознательность. Скорее всего, не все станут художниками, артистами, нет. Но всё-таки вот эта работа в сфере художественной оставит что-то в них, независимо от того, кем они будут, программистами, уборщиками или врачами. Наш театр... Конечно, мы проводим очень хорошую работу, но для тех, кто никогда не переступал такие границы, это всё может показаться очень сложным. Да, здесь, конечно, сейчас люди сидят, которые работают в этих храмах. И тем не менее, в этих храмах есть, конечно, определённые предрассудки. Такое существует в России, в тех странах, где я работала. Необходимо понять, что такое театр, что вы делаете в театре. Это удивительно. Мы должны быть очень чувствительны к тому, что происходит. Для нас, например, очень трудно оказаться на футбольном матче. Матче. То же самое для людей, которые не знают, что такое театр, оказаться в театре. Мы понимаем, что есть часть молодёжи, которые оказываются на футболе, на хоккее и не ходят в театр. Но ведь всё это перекрёстно существует. И поэтому мы должны быть очень чувствительны к тому, как воспринимаются те формы искусства, в которых мы задействованы. И это наша работа. Как же мы используем эти дружественные пространства? Галереи в Великобритании и в других странах становятся такими доброжелательными пространства. Например, это так. Но, кроме того, можно путешествовать по этим галереям с помощью вашего компьютера. Это, конечно, замечательно. Но это возможность для людей, которые воспринимают храмы искусства, как нечто малодоступное для них. Мы должны, конечно, быть терпеливыми и понимать, как это, наконец, конечно, есть работа, которая связана с продажей билетов. Но на самом деле мы говорим не о продаже билетов, мы говорим о социальной инклюзии, мы говорим о новом опыте для людей, непривычных к этому. Например, люди танцующие, люди, страдающие от болезни Паркинсона. На самом деле это так важно для них. Это ведь создаёт для них возможность выйти из своей среды, забыть о своих симптомах. И они не лекарства принимают, они скорее следуют рецепту танцевать. И в результате им не приходится принимать так много медикаментов. Мы видим, что есть такая реакция. Мы не ждём, когда дети к нам придут. Мы сами идём в школы. Мы ищем талантливых детей. Мы понимаем, что, конечно, многие дети без нашей помощи не пойдут в театр, не пойдут на билет. И родители их не поддерживают в этом. Поэтому наша помощь нужна. Это абсолютно критически важная помощь. Конечно, искусство иногда воспринимается как нечто элитарное. Но мы должны изменить такое отношение. Мы должны стать доступными. И мы должны сделать жизнь прекрасной. Огромное спасибо. Я хотел бы предоставить слово Ларисе Афанасьевой, человеку, которая возглавляет Упсула-цирк. Это место, где происходят совершенно потрясающие вещи. Посещение Упсула-цирка – одно из сильнейших моих впечатлений последних нескольких месяцев. Спасибо, Илья. Это приятно всегда слушать. И это для нас, наверное, важно, когда зрители после выступления Упсула-цирка говорят о том, что я не ожидал увидеть такого спектакля. Или я не ожидал, что у меня возникнут эмоции. Или я думал, что это очень будет похоже на социальный проект и опасался, и мне будет жалко детей, но не получил вот такого эффекта. Наверное, все ради этого и задумывалось, и все ради этого продолжает жить. Упсула-цирк, мы создали его в 2000 году, и это была такая история про уличных детей. В 2000 году очень много было уличных детей. Они жили буквально в подвалах на чердаках. Взрослое общество было занято какими-то своими большими проблемами. И в 2000 году приехала Астрид Шорн, студентка из Берлина, с очень таким конкретным, с конкретной идеей сделать что-то для детей, что изменит их жизненный сценарий. Ей в голову пришла идея цирка, просто она сама жонглировала, это было ее хобби, ее научили французские панки это делать, и в общем она вот эту заразу доставила в Петербург. И она увидела, какой отклик, как загораются глаза у детей. То есть она не приехала с какой-то жесткой структурой помочь изменить, нанести добро, а она пошла от того блика, правильного блика у подростков и их заинтересованности. И у нас была очень понятная наша группа целевая, с которой мы работаем, но однажды, работая в одной из коррекционных школ, открылась дверь, зашла компания ребят с синдромом дауна, они взяли сами реквизит, сами взяли такую инициативу в свои руки, и нам ничего не оставалось, как начать с ними работать. И на самом деле Упсалоцерк это такая организация, компания, которая негосударственная, это нам дает много таких свободы, да, нам сверху не спускают методологию, мы не вступаем в конфликт, мы не становимся персонажами кавки, где мы не понимаем, что вообще с нами происходит, а мы можем исходить из реалии, из потребностей детей, и как бы чувствовать, что им нужно и важно. Когда мы открыли эту группу уже осознанно, родители детей были очень напуганы словом цирк, потому что цирк до середины 20 века было местом такого производства шоу, и если там и были люди с ограниченными возможностями, то, скорее всего, они были с точки зрения, ну, развлечения, удивления и какая-то такая другая потребность. Поэтому, когда родители услышали слово цирк, они сказали, ну, как мой ребенок вообще может выступать в цирке, хотя ребенок-то очень хотел, и хотя его привлекало. И мы сказали, что это будет история про спектакли, про радость, про эксперимент, про путешествия. И одна мама сказала, я готова, я готова, вот, чтобы моему ребенку было здорово, счастливо, и он действительно хочет. И она первая была таким нашим амбассадором, после чего родители нам поверили. Я хочу вам показать маленькую, такой фильм про Антона, который первый поехал на цирковые гастроли со спектаклем. Но перед тем, как поехать на гастроли, он вступил в такие взаимоотношения с другими детьми. И это была такая встреча, о которой мы сегодня говорим, про встречу и про возможность быть вместе. Потому что инклюзия – это, похоже, то, что сейчас необходимо обществу. Это такая история про то, где наши страхи постепенно исчезают. Вот, можно посмотреть. Собственно, Антон, наверное, недели две заходил, когда мы начали ставить спектакль, он находился за кулисами, и он просто наблюдал, и мы давали ему это время понаблюдать. Не прячься, Антоха, молодец! Говорят, не видно, если можно свет выключить, пожалуйста. Ладно, договорились. Ребята, вам всем удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Редактор субтитров 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 А.Кулакова в то, что эта жизнь не так уж плоха. И, похоже, в ней много счастья и много радости. И вот мы можем не терпеть, а мы можем все-таки видеть и воспринимать и реагировать на эту жизнь. В какой-то момент к нам пришли ребята из группы социального риска, и у них возник такой вопрос, что что-то у нас в нашем обществе стало, ну это я вам говорю, как-то пытаюсь сформулировать, очень много иммигрантов. И вообще они мешают нам русским жить. И было бы так здорово, если бы их у нас не было. И когда мы начали говорить, почему, они выдали очень много стереотипов. Да, они лишают нас работы, это то, что мы слышим в обществе на самом деле, и зачастую в школе мы это слышим, и в семьях, и так далее. Но дальше, как реагирует, как нам реагировать, потому что это определенный страх. И мы в какой-то момент собрались все вместе, все огромные компании в Грузию. Нас поехало там больше 50 человек. Мы оказались в грузинской деревне, и мы начали говорить о другом, другой культуре, о других людях. И это был такой микс всего, микс всех. И такой, ну как бы Грузия, это страна все-таки радости. Я была очень удивлена, когда мы говорили с грузинскими друзьями, они говорили про свое чувство, они говорили, я влюблен в свою родину. Это то, почему я скучаю по влюбленности в свою родину. Это то, к чему бы мне хотелось вернуться. И в результате у нас получился спектакль, Илья был на другом спектакле, который мы покажем на культурном форуме. И на этот спектакль приходят люди не для того, чтобы познакомиться с социальным проектом. На этот спектакль приходят люди для того, чтобы встретиться с искусством, с радостью, с собой, с детством. Давайте посмотрим. И это на самом деле от того фильма, который вы видели первый. И этот фильм, это такое большое, много времени и много работы, и много осмыслений произошло. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Спасибо большое. На самом деле параллельно, когда мы создаём инклюзивные проекты, мы всё-таки знакомим детей, людей с жизнью, с искусством, и это даёт нам... Это способ образования, на мой взгляд. И ещё я хотела сказать, что мы живём в 21 веке, и в этом смысле мы не должны оставаться в 20 веке с точки зрения инструментария. Мы должны искать какие-то новые формы, мы должны выходить на какие-то интересные формы в работе с детьми, мы искать должны новые яркие технологии, которые удивляют в первую очередь нас. Вот. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо огромное. Мне кажется, сегодня все, каждый по-своему, говорили о том, что старые подходы уже перестали работать, и что возникает потребность, и при этом уже возникли методики, позволяющие нам работать совсем по-другому, и это очень обнадёжит. У нас есть пять минут на вопрос, если у кого-нибудь есть вопрос. Сейчас микрофон, распроводная. Спасибо. Скажите, пожалуйста, Вы говорили о необходимости распространять те практики, которые у Вас уже осмыслены, формализованы. Какие каналы Вы задействуете для продвижения информации и этих практик в других организациях культуры, вообще в обществе и особенно в регионах? Потому что то, что я видела, вот Илья говорит, что какие-то практики уже устарели и нужны новые формы, а есть регионы, где, простите, конь не валялся в этой сфере. Поэтому какие каналы обмена опытом используете Вы, и есть ли у Вас видение того, как можно сделать этот процесс более интенсивным? Спасибо. На протяжении всего этого времени мы ездили по регионам много-много раз, проводили, как правило, обучающие семинары, тренинги. Мы много пишем и распространяем нашу литературу, то есть практически, ну не весь, но большая часть нашего опыта описана, вот, и принимаем участие в конференциях. Сейчас речь идет о том, чтобы как-то войти в социальные сети, да, и сделать вот это распространение этих материалов более доступными. Но мы пока только к этому подбираемся. Но я думаю, что вот буквально через несколько месяцев первые вот такие материалы в сетях появятся, потому что вот передо мной как бы как раз и была поставлена задача для того, чтобы наш опыт сделать более доступным и более, ну, современными способами его предоставлять. Но что касается меня, я считаю, что, конечно, обучаться вот во всяком случае социокультурным, тем более арт-терапевтическим технологиям, конечно, нужно на тренингах, поскольку ты никогда не станешь приличным арт-терапевтом, если не узнаешь себя и не пройдешь много-много часов арт-терапии. Вот это, мне кажется, важно не потерять вот в системе нашего стремления вот к интернет-общению. Это очень важно. Это опыт, это чувства, это переживания, это осмысление, это другие участники группы, которые становятся твоим зеркалом, и так постепенно из тебя делают профессионалы, тонкого и внимательного к чувствам других людей. Здравствуйте. Меня зовут Черкасова Наталья, я представляю некоммерческую организацию «Колесо обозрения». Мы занимаемся реализацией проектов по развитию инклюзивной среды в музеях, в том числе организацией занятий инклюзивных в музеях Москвы. У меня вопрос к Екатерине Шульман. Екатерина, вы знаете, то, что вы говорили, очень отзывается, потому что действительно, когда музеи создают адаптированные программы для детей, мы видим, что эти программы очень интересны детям без особенностей ментального развития, то есть всем детям. Когда музеи адаптируют среду, то она становится более комфортной для всех посетителей абсолютно, безусловно. То есть разрабатывая какие-то новые рекомендации по тому, как сделать доступными музеи для детей с особенностями ментального развития, мы видим, как одновременно с этим эти рекомендации прекрасно работают по отношению ко всем детям. В то же самое время мы наблюдаем такое сопротивление общества в отношении принятия вот этого разнообразия. То есть, с одной стороны, классно, что это происходит, что появляются новые программы и адаптированная среда. Это действительно повышает конкурентоспособность тех же самых музеев. Но с другой стороны, мы видим, что есть такое сопротивление и непонимание, зачем этим детям, музеям, зачем этим людям, особенно когда идет речь о ментальных нарушениях, вот эти программы. И это не столько даже в музейной среде, потому что там все больше понимания, сколько среди общества в целом, скажем так. Вот на ваш взгляд, вот эта трансформация, когда в конкурентной борьбе выиграют те, кто создадут условия для разнообразия, она когда произойдет? Сколько для этого понадобится лет? Сейчас мы быстренько назовем дату и спокойно разойдемся. Вы знаете, прежде чем говорить о том, как преодолевать это сопротивление, давайте признаем его существование и его обоснованность. Разнообразие – это дискомфортно, и ни для кого из тех, кто в 20 веке сформированный вырос, это непривычно. Общество строилось на основании жестких разделений – географических, классовых, гендерных, национальных. Люди в этом выросли, наша культура на это настроена. При этом каждый человек в глубине души себя относит к большинству. Каждый про себя думает, ну я-то нормальный, а вот те другие ненормальные, они мне мешают. Мешают ходить в музей, мешают моему здоровому ребенку учиться, вот то, с чем Екатерина Мень ежедневно сталкивается. Зачем вы занимаетесь инклюзией в образовании, зачем вы привели в наш класс вот этих своих больных детей? Они моему ребенку не дают нормально учиться. Этот, скажем так, эта претензия кажется очень фашизоидной, когда ее слышишь. Но при этом нельзя не понять, что в ней есть свое обоснование. Нельзя требовать от людей, чтобы они по нашему пожеланию переменили все свое ментальное устройство, которое, еще раз повторю, не плотных индивидуальных фантазий, а дано им всей предшествующей истории человечества. Поэтому постепенно все это будет происходить. У каждого региона тут свои преимущества и недостатки. Ну, скажем, например, в России мы, с одной стороны, привыкли к достаточно мультинациональной среде. Россия – страна более-менее такого разнообразия национального. С другой стороны, по сравнению, например, с большими столицами Европы или тем более Нового Света, например, Москва – город достаточно монорасовый. Он, в общем, населен более-менее белыми людьми. Когда это соотношение начинает меняться, это очень сильно всех тревожит и беспокоит. Это источник большого политического напряжения. Уже сейчас, а в будущем тем более. То есть, скажем так, против этого процесса наши предыдущие установки, за, в пользу этого процесса трансформации, наша бесконечная человеческая способность к адаптивности. Ну и тут надо сказать в завершении, что ответственность лежит на тех, кто задает нормы. Да, нормы распространяются по иерархической пирамиде сверху вниз. Поэтому те, кто имеют власть, те, кто имеют видимость, то есть те, кто говорят и могут быть услышаны, должны осознавать свою ответственность. Конечно, она лежит, что называется, на каждом из нас, но те, кто высказываются публично, во-первых, и те, кто имеют возможность, имеют рычаги для того, чтобы менять закон или инструкцию, должны осознавать, что их ответственность более велика. Продолжение буквально два слова. Я скажу по поводу того, что общество готово или не готово. Прямо за последний пассаж, Катя, нацепляясь, по поводу того, как идет сверху. Почему мы, собственно, боремся против подмены смыслов. То есть, когда нам говорят, мы организовали инклюзивный балл, собрали разных инвалидов, вывезли их куда-то и провели перед Новым годом мероприятие, и назвали это инклюзивным, то, конечно, меня просто начинает трясти от этого, потому что размывается это понятие. И оно идет сверху. Наша задача как бы за чистоту смысла биться этого явления уникального, потому что инклюзия, и к вопросу, вот, как бы, инклюзия – это опыт, это то, что делается, это ежедневная практика, это привычка, это десенсибилизация, это прекратить видеть то, что сперва тебя испугало, потом ты увидел, это второй раз, третий, и ты уже это не замечаешь. Когда нам говорят о чернокожих балеринах в танце маленьких лебедей, мы сегодня еще этому улыбаемся, или, может быть, это действительно для кого-то будет экзотично, но давайте не забывать, что в 50-е годы экзотичным было видеть чернокожего ученика рядом с белым, в американской школе. Это было экзотично. Сегодня этого вообще никто не замечает. Дети даже не маркируют друг друга по этому признаку. Это не является какой-то аномальной характеристикой, потому что это практика. Если мы будем делать то, что делает Упсело-цирк, если мы будем танцевать, то, что делает русский музей постоянно, то, что делает... Ну, вообще, то, что делает культура, дает постоянную практику нам и вырабатывает привычку к этому, на самом деле мир изменится очень быстро. А ждать того, что мы будем где-то отдельно кого-то держать, глухие с глухими, слепые с слепыми, и в это время у нас будет вызревать общество, это очень странный подход. Такого не бывает. Да, благодарю, дорогие коллеги. К сожалению, у нас уже нет времени. Наиболее... Нет, простите, Александр, не сегодня. И у нас уже действительно не осталось времени. Как говорится, мы только что слышали, самый действенный способ – это войти в помещение, взять реквизит и начать действовать, и потом уже все образуется вокруг. Да, спасибо большое, дорогие друзья. Спасибо. Спасибо.